Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем играть Border Officer. В прошлой серии я настолько увлекся животноводством, что совершенно забыл про свою семью, про аренду, и поэтому случилось, что случилось. Ну вы сами знаете, что случилось. Так, здравствуйте, поэтому мы начинаем заново, но немножко... Немножко изменим нашу стратегию. Во-первых, я прямо сейчас залезу сначала к соседу и вынесу что-нибудь ценное, чтобы нам хватило денег. И тенденция не поменяется, конечно. Я буду до сих пор заниматься именно животноводством в первую очередь, потому что, мне кажется, это достаточно прибыльное дело. Можно также, кстати, дров порубить сразу в первый день, чтобы еще больше заработать. Так, товарищи, пожалуйста, подождите немножко. У меня тут дела с соседом. Так, давайте быстренько, тихо, пока он не заметил. Аккуратненько бежим в территорию. Немного подождем, пока он сместится максимально близко к забору своему. Хотя бы можно вот уже сейчас, наверное, залезть. Так, аккуратно открываем дверь, тихонечко. Так, телевизор, отлично. Далее, что у нас здесь есть? Я, конечно, буду несчастлив, но я сейчас бахну пивка, и все изменится. Так, больше у него здесь, похоже, нихера и нет. Старое радио, отлично. Старый проигрыватель, старая камера. Так, вот это неплохой. Неплохой подгонщик. Ну все, обнесли. Вроде как ничего не пропустил. Где он там? Блин, он здесь на самом деле проходит. Надо снова через дверь выходить, мне кажется. Блин, ну я даже не знаю, стоит ли рискнуть. Рискнем. Ай, застрял немножко. Нормально, нормально. Он ничего не видит. Но он идет в нашу сторону, а я думаю, успею... Успею пробежать вот так вот. Так, теперь бахну пивка. И самое главное, мы это барахло сможем продать. Даже две бутылочки придется сейчас бахнуть. Или, возможно, больше. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько прибавит. Ну да, собственно, вообще было бы неплохо. Три бутылки, конечно, бахнут. Плюс 15. Но зато денег у нас будет достаточно, чтобы заняться как следует животноводством. Вот все. Гораздо лучше. Чувствуй себя замечательно. Так, ну все. Братан, мы можем ехать. Вот теперь самое время, конечно, за руль садиться. Иди прямо. Но идти прямо это я обещать не могу. Зигзагами? Может быть. Так, случайно ручник вырубил. Не, на самом деле нормально. Камера даже не качается. Машины из стороны в сторону не виляет. Спокойно можем передвигаться и в таком состоянии. До работы доеду. Я, конечно, демонстрирую свои не самые лучшие качества перед начальством. Он же все-таки, наверное, старше меня по званию, так сказать. Раз его послали сюда меня проконтролировать. Но мы с ним уже кореша, можно сказать. Он меня полностью понимает. Так, срезаем здесь немного. Небольшой дрифт. И первый рабочий день. Но я постараюсь прямо совсем быстро его пройти. Потому что люди все же одни и те же. Новые люди в других днях появляются, насколько я понял. Ну и нужно будет купить червяка снова. Купить сено. И, конечно же, энергетик, наверное. Блин, вообще было бы неплохо сейчас энергетик купить. Да, чувак, тебе придется посидеть. Я тогда, чтобы по два раза... По два раза здесь не останавливаться. На обратном пути, чтобы здесь не останавливаться. Заскочу еще и сено куплю. Да, и продам сразу барахло. Так, тихо, чуть меня не сбили. И продам сразу барахло. И денег будет больше. Может быть. Не, ну я тратить деньги на оружие не буду. О, волка приручу, кстати. Да, его как раз можно будет посадить. Блин, совсем забыл про кровать. Надо было продать кровать. Потому что ее сегодня сопрут. Ну ладно, хрен бы с ней. Опять моя ошибка. Что-то дозабыл в очередной раз. Так. Сначала мы продаем барахло. Камера по 6 гривен всего лишь. Блин, на самом деле, не так уж и много мы, конечно, заработали. Так, покупаем сено. Покупаем червяка. Все. Теперь покупаем энергетиков. Штучки две, наверное. Можно их даже в багажник затолкать. А, и мясо нужно купить, чтобы приручить волка. Пока он здесь. Потому что я не хочу его в следующий раз искать. Что-то он улюпетывает куда-то. Стой, волк! Постой, подожди немножко. Я надеюсь, что мне хватит денег, чтобы оплатить за аренду. Да куда он убегает? Стой ты, блин. Не хочу за тобой гоняться. Сейчас он до самого дома добежит. Вроде как быстрее, что удивительно. Правда, энергия, конечно, не бесконечная. Волк, подожди, молю тебя! Стой! Ох, наконец-то. Так. Давайте снова Мухтар. Следуй за мной. Погнали в машину. Сейчас бахнем энергетик и будем направляться уже на рабочее место. Арендная плата, кстати, фиксированная вроде как. 12 гривен или что-то около того. Короче, сейчас купим две коровы. Две коровы. Или может быть 17, блин, гривен. На самом-то деле, я уже и не уверен. Но две коровы мы точно можем себе позволить, в любом случае. Две коровы, даже одну курицу. Мы все-таки заработаем какую-то сумму еще. Помимо всего этого. Так, снова раздавили наш автомобиль. Запрыгивай, пес. Куда он делся? Еле-еле бежит. Так, может в багажник пока что-нибудь запихнуть. Но в этом смысле, наверное, никакого нет. Так. Мухтар. Забирайся в тачку. Все. Я надеюсь, этот молодой человек не просит. Ну, вроде как нет. Я ему вообще насрать. Он не следит. Просто объясняет мне основу, чтобы я совсем не запутался. Все. Включаем передачу. И начинаем движение. Ну, гривен 20 я заработаю. В итоге у меня будет где-то в районе 45.50. Смогу купить две коровы, одну курицу. И еду пока не буду, наверное, покупать. Еда есть. Я сейчас закину на этот раз еду. И я закину уголь. Просто такое ощущение, что одной баночки им не хватит. Всем. Так что надо, наверное, побольше еды, конечно, закупать. Мое любимое место. Да, я уж не сомневаюсь. Я вернусь сюда после того, как закончу с тобой. Давай, давай. Хорошо. У меня с этим никаких проблем. Можно зарабатывать деньги, продавая скот или дрова. Да. Это я уже в курсе. Ну, не совсем продавая скот, конечно, продавая молоко. Этим, братан, уж поверь мне, я в ближайшем будущем и собираюсь заниматься. И я на этом разбогатею. А потом у меня будет своя ферма гигантская. Я не буду зависеть от государства, понимаешь? Хотя, скорее всего, судя по государственному строю в этой стране, скорее всего, потом ребята, такие как он, придут ко мне и заберут все мое хозяйство. И снова отправят работать на границу. Видал, братан, как умею? Да, вот такой я способный малый. Так что ты выбрал правильного человека. Энергии, правда, нет. Но сейчас мы дернем. Энергетиков. Сразу два. Я, может, даже охотиться вообще не буду. Не знаю, короче, подумаю. Так, все, мы приехали на наше рабочее место. Вылетаем из машины. Пес, точнее, волк, к сожалению, будет здесь пока что. Я надеюсь, он не сдохнет. Ну, вроде как он не должен сдохнуть, а вот даже кормить не надо, по идее. Так, мы выпиваем энергетики. Да, два энергетика сразу выпьем. И начинаем наш рабочий день. Ну, кровать сопрут. Здесь скрипт. В любом случае, сначала кровать. Если бы я продал ее сначала, изначально. Может быть, сперли бы телевизор, кстати, не знаю. Мне кажется, здесь в любом случае что-нибудь досопрут. Давайте я постараюсь побыстрее все это сделать. Так, ну, надо все-таки обыскать. Вроде нормально. С документами у меня все в порядке. В прошлый раз мы ее тоже, по-моему, пропустили. Я помню эту футболку. Просто я до сих пор до конца не уверен, рандомно здесь или нет. Рандомно ли здесь оружие, например, взрывчатки и так далее. Вот у этой женщины, да, в прошлый раз мы обнаружили взрывчатку. Сейчас посмотрим. То же самое будет или нет? Да, абсолютно то же самое. Так, окей. Тревожную кнопочку мы нажимаем. Документики остаются у нас здесь. Всего доброго, до свидания. Так, следующий пока что можете подходить. Здесь, конечно, большие разборки. Блин, как будто это немецкая форма какая-то, посмотрите. Шлем напоминает каска. Немецкая военная форма времен Второй мировой войны. Так, все, бахнули ее. Замечательно. Настроение прекрасное. Так, толстяка. Мы... Можно, кстати, посмотреть свое предыдущее видео. Да, кровать дяди сперли. И точно так же делать. Но, по-моему, здесь все-таки есть какой-то элемент рандома. Так, на всякий случай. Смотрим нормально. Этого мы пропустили, по-моему. Хотя фотография другая. Да, им игрокута нет, этого мы не пропускали. Так, все так, да. До свидания. В прошлый раз больше никого не было вооруженных. Но надо, наверное, все-таки проверить на всякий случай. Может, кто-нибудь появится. Так, Бишоп. Бишоп. Не помню. Такого... А, не твое дело. Да, все, помню. Отказываем ему. Жалко. Могли бы прям совсем нарандомить. То есть совсем рандомных... Граждан, которые переходят через границы. Какие-то... Увеличить, короче, элементы рандома. Чтобы оружие рандомилось. Данные в паспортах рандомилось. Они не были бы связаны, данные в паспортах, с внешностью. И с моделькой человека. Так, ну это мы сразу отказ. У него нет... У меня же с первого дня должно быть разрешение. Да, любой, кто хочет пересечь границу. У него тесак еще. Этого мясника я помню. Так, следующий. Это дипломат. Печать одобрения. У него все нормально за документами. Можно записать последовательность каждого дня. Здесь только... Вот изменилась как раз-то последовательность. Последовательность. В прошлый раз он в первую очередь с дипломатом не встретился. Так, одобряю. Давай. На этот раз он не первый в очереди. И все. То есть очередь меняется, по сути. Этого мужика в рубашке я тоже помню. Но вот не совсем помню, пропустил я его или нет. Сейчас посмотрим. Так, медицина. Блин, медицина на самом деле... А, да, женщина у него на изображении, на фотографии. Отказал я, значит, ему. До свидания. Видите, как все быстро и просто. Скоро будем уже дома заниматься нашим любимым хозяйством. Да, есть корову. Как мы это и умеем. Так, вот этого типа я не особо помню. Собо они еще не бубнили так медленно. Так, Трэвис. Санвехра. Есть такая школа? Студент? Блин, ну я его, по-моему, не пропустил по каким-то причинам. Да. Я его не пропустил. Окей, отказ. Сейчас я буду поаккуратнее, короче, на этот раз. Следить, чтобы деньги оставались на аренду. Так, следующий. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу свалить побыстрее. С первого рабочего дня закончить с этим. Мне нужно не забыть, что на втором рабочем дне побежит псих с ящиком. И нужно будет шмальнуть в него, чтобы заработать ему больше бабла. Так, этого бизнесмена мы, по-моему, пропускали. Да, здесь все замечательно. Да, короче, пропускаем его. Обыскивать даже не будем. Так, не-не-не, не тот штамп. Да-да-да, этот с баблом же еще, с купюрой. Можно даже было... Если бы я купюру увидел сразу, я просто не считал на этот раз диалог. Если бы я купюру увидел сразу, я бы мгновенно его пропустил. Так, следующий. Будет еще один бизнесмен, по-моему, сегодня. Вот, чувак перечислить. Теперь я знаю, что перечислить это не визит. Так что мы его не пускаем. На этот раз без единой ошибки. Может быть, я бонус даже какой-то получу. Так, следующий быстрее, быстрее. Бегом, бегом. Трусцой надо. Еле-еле в развалочку. Летящей походкой. Так, торопится... Турист. Туриста я, по-моему, пропускал. На всякий случай, сейчас сверим. Все, вот рабочий день закончен. Вы говорили, долго будет. Или я не пропускал туриста, что-то я не помню. По-моему, пропускал. У него все замечательно с документами. Да, так что пропускаем его. Даже если это будет ошибкой. Очень страшно, это уже конец рабочего дня. Да, все, замечательно. Врубаем компьютер. И едем домой. Покупать скот и кур. Заправляться мы сейчас не будем. Нужно будет в следующий раз масло также предварительно купить. Так, все, залезаем в магазин. Мы, значит, заезжать сегодня не будем точно. Даже энергетики не буду покупать. Завтра куплю энергетики. Хотя вообще, наверное, придется все-таки заехать. Ладно, купим еды и энергетики. Купим еды заранее. Опять автобусы здесь проезжают. И энергетики. Потому что энергия мне понадобится для того, чтобы доить коров. С другой стороны, мы поспим, энергия хоть немножко прибавится. Ладно, давайте просто попытаемся побыстрее доехать до дома, пока хоть какая-то у нас энергия осталась. И будем заезжать в магазин, действительно, доедем быстро, молниеносно до дома. Затолкаем уголь, затолкаем еду в холодильник. И ложимся спать. На утро... А, ну, корову, конечно, купим дополнительно. На утро все это дело мы будем доить! И забирать яйца с курицы. И в итоге мы разбогатеем. Если опять с голода не умрем, конечно, как в прошлый раз. Но на этот раз я все продумал. Доверитесь мне. Как доверилась моя семья. И волка ставим в патруль. Так, бродить и защищать дом. Дверь закрываем. Сейчас покупаем минимум две коровы и одну курицу. Так, две коровы, одну курицу. И даже еще одну корову и еще одну курицу. Нормально, 23 гривена осталось. Гривны осталось, нормально. Этого вроде как должно хватить. Так, отлично. То есть на следующий день мы уже подуем 4 коровы. Возьмем 3 яйца и продадим все это дело. Главное, чтобы энергии хватило. Так, ну и затолкаем. Куда я побежал? Затолкаем в холодильник одну баночку. Каких-то бобов и в утопление засунем уголь. Так, ну сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Во-первых, на сумму аренды. В прошлый раз я не обращал вообще на это внимание. Забыл про аренду. Так, оплата труда. Плюс 13. Арендная плата 7 гривен всего лишь. Я вот не помню, меняется ли арендная плата. Дядя проголодался и жена замерзла. Надо все-таки, наверное, по 3 мешка с углем и по 3 еды. Или по 4. Каждая баночка для каждого члена семьи возможна. В печи есть один уголь. А, я еще его не задействовал. Типа питание. В холодильнике есть одна еда. Так, ну короче, сейчас посмотрим. Как себя чувствуют наши члены семьи. Ну, жена не особо счастлива. Дадим ей сигареты. Сигаретный наркоман. Так, просмотр общего... Общего состояния. Болезнь заполнилась немножко. Нормально, разберемся. Когда я разбогатею на сельском хозяйстве, все будут счастливы и здоровы. Вот, увидите. Сын тоже не особо счастлив. Все, да, все. Они сожрали абсолютно и зарасходовали весь уголь. Соответственно, нужно будет в следующий раз закупиться углем также. Блин, я вот думаю, продать телевизор нахрен он нужен. Он, конечно, наверное, немного восполняет счастье. Нашей семье. Ну, ладно, пока не буду трогать телевизор. Может быть, стоит снова залезть к соседу. Может, у него там что-то появилось. Но мы об этом узнаем в следующий раз. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok